Молоко, как оно есть. И этим все сказано. Пример торжества природы, науки, человеческого интеллекта и труда. Процедура его производства прозрачная и быстрая, что для молока, как продукта скоропортящегося, очень важно. И никакого вам химического вмешательства. Но давайте по порядку. Вот он, основной поставщик сырья. 300 рогатых буренок, ночек, белянок, архангельского колхоза, власть советов, наслаждаются сочной травой зеленых шатковских полей. А вот молоково с объемом 500 литров. Он ежедневно забирает любезно предоставленное коровами свежее парное молоко и привозит сюда, на мини-завод. Небольшое мобильное устройство, станции приемки выполняют сразу несколько функций. Учет молока, фильтрация и подача непосредственно в танк. А вот теперь начинается самое интересное – процесс биоризации. Это альтернатива известной всем нам пастеризации, когда разнообразные микроорганизмы уничтожают путем резкого нагревания от 76 до 120 градусов. Попросту вываривают все нежелательные компоненты. Да вот беда – белки, самая ценная часть молока сваривается уже при плюс 42. А значит, и получившийся после пастеризации напиток может очень долго храниться, но настоящим молоком его назвать уже трудно. Сергей Сидоров, инженер-химик-технолог, несколько лет назад придумал способ истерилизовать молоко, и не лишить его при этом полезных свойств, в основе процесс биоризации. Молоко в процессе обработки подвергается только механическому воздействию. Мы не используем при подготовке молока высоких температур. На тонкую пленку продукта, разогнанную до скорости 340 км в час, воздействуем знакопеременными давлениями, что по-научному называется гидродинамической кавитацией холодной кипения. В результате этого вредоносные микроорганизмы разрушаются. Этот небольшой ящичек – первый в мире промышленный биоризатор. После обработки в нем белое золото проходит еще одну очистку серебро-содержащими фильтрами и попадает в танк охлаждения, где остывает до необходимой температуры. Потом фасуется в пакеты объемом 1 литр. Дальше автоматизированная промывка оборудования, и можно снова принимать молоко. Вот и все. Весь процесс от получения сырья до пакетирования около 4 часов. А срок хранения натурального молока, обработанного таким методом, продлевается до 7 дней. Просто и быстро? Да. Экологично? Да. А еще это вкусно и очень полезно. Это молоко получило Декларацию Евразийского экономического союза о соответствии. И сам процесс биоризации молока и устройства запатентованы. Мини-лаборатория позволяет контролировать качество каждой партии. Из биоризированного молока уже делают гранулированное мороженое, а в домашних условиях из него получается отличный простокваший творог. Процесс производства отличается еще и тем, что он очень компактен, что позволяет сократить количество персонала и в дальнейшем тиражировать подобный подход к производству молока в небольших хозяйствах. Промышленное производство биоризированного молока стало возможным благодаря реализации в селе Хирино и его окрестностях необычного проекта холдинга «Социум» и его дочерней компании «Социум-поселение». Здесь в буквальном смысле возрождается полноценная культурная, духовная и трудовая жизнь. Сельское хозяйство получило второе дыхание. На сегодняшний день уже группа компаний «Социум», в частности в их лице «Социум-поселение» второй год проводит определенное финансовое влияние, которое позволяет провести модернизацию всего производства. Как и в растеневодстве покупается техника для заготовки кормов, выращивания зерновых, картофеля. Картофельно-славская техника покупается. Сейчас мы покупаем молочную линию новую, а также запустили новое, можно сказать, вообще инновационное производство пакетированного молока. Но когда есть в компании, говорится, хороший инвестор, который относится и относится по-человечески, и деньги вкладывает, это в принципе большой плюс. Здесь, в 30 километрах от «Розамаса» уже создается сообщество нового формата, неравнодушных к труду и производимой ими продукции людей. У нас концепция такая, чтобы наши приборостроители, входящие в группу компании «Социум», питались настоящими продуктами, чтобы ваши дети, ваши семьи, они перестали видеть вот эти вот ненатуральные продукты, а питались настоящими продуктами. Молоко, как оно есть, уже продается в магазинах «Шатков». Попробовали его и приборостроители, продукцию поставляют в комбинат питания. В скором времени уникальный продукт появится в «Розамасских» магазинах и в рознице будет стоить не дороже своих не совсем натуральных коллег – около 50 рублей за литр. Спросы производителей не боятся, система производства обработки позволяет биоризировать тонну молока в день. В планах – расширение производства. В ближайшие где-то месяц будем принимать решение об открытии магазина и о наполнении его продуктом, рядом продуктов. Рядом продуктов. Это не просто будет молоко. Это будет и молочный продукт, это будет и рыба, это будет и колбасные какие-то изделия, и, конечно же, хлеб. Значительно упростит реализацию планов реорганизации колхоза власть-советов, после чего он войдет в состав нового юридического лица «Социум Агро» – компанией, которая будет заниматься выращиванием, частичной переработкой и реализацией качественной сельхозпродукции, доступной потребителю и в первую очередь приборостроителям. Продолжение следует...